ребята прикатила я значит канала за для меня канал посмотрели деревце распускается но хоть что-то красивое в этом сегодняшнем сером видите не это канал канал это канал это распускающиеся красивые деревца вот что-то я мимоза не вижу нас уже мимоза очень сильно цветет чего показать это вот это вот именно самая основная которая отходит остатки на централе самый такой больший такая вена огромная артерия блин сама огромная вот видите посмотрите я уже делала на 50 отсюда до совсем очень трали это все равно по прямой наверно китра три будет да вот я уже делала но я здесь и хотите я снова пройдусь мне не 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 жалко потому что вообще сама то посмотрите это сам вообще этот вот тоже интересный сам я не знаю как его назвать железнодорожный путь или мост то есть потому что вот во все это и вот если взять и пройтись по этой стене то здесь вообще всегда были то есть она такая огромная да но посмотрите какой-то туннель да поглядите там вообще везде бы там даже дискотека где-то была огромнейшая представляете вниз внутри в одном из из крыльев так сказать вот я не буду это отведу вы посмотрите сколько окошек сколько там всего и это до до самого вообще здания социона централе идет и в каждом из них было что-то магазин и там чё только нет дискотека я вам говорю здесь где-то вот совсем недалеко вот тут латиновс было вот кстати могу признаться честно это была дискотека моего свекра нормально прикиньте вот такая санта доминго такой больше но он там просто вообще годами жил этом санта доминго вот но почему-то моя свекровь и навидит именно не не вот этих латиносов а меня а меня вот мою расу больше ненавидит то есть вот эти вот рогатцы до лес так называемые то есть девушки из восточной европы они тут называют тогда и рогатца до лес вот почему-то не латиносов она хотя ее муж там у него там три жены было не официальных в доминикане ну ладно короче это такой вот дяденька 47 года рождения шустрый в общем это идем каналу как вы поняли тут что-то активно люди начали ходить блин таким образом смущаться что если они мне попадают вдруг камеру поэтому я перейду ту на ту сторону дороги может быть даже спущу с канала заметьте обратите внимание как идет перепад высоты то есть верхняя . это именно надо каналом понятно мост но все равно это тоже это тоже о чем-то говорит тоже чем-то говорит тут вообще мне кажется такое чувство что здесь вообще ни одного ровного места не было и и и не было тут и надобности вообще в ровных местах понимаете то только мы сейчас вот живем в ровном месте а тут было все так вообще какая-то действительно микросхема просто была микросхема я просто в микросхем плато вот этого я просто когда-то мама меня пристроила продавать компьютеры к одному своему знакомому и первую очередь начал меня учить в этом не открыла весь компьютер начал мне учить вот эта вот матрица за расположение я просто обалдела я помню и сразу такая сказала это не моё я не хочу продавать компьютеры вот и в общем я просто оттуда запомнила что какое там сложно это вот и и этот получается что-то милан начинают уже не напоминать вот такое вот устройство это вот плату компьютерного посмотрите тут тоже на еще подойдут туда там какая скамейка то интересно смотрите да сначала я сверху сниму вам покажу чтобы доказать доказать не то что доказать а показать что вот видите вот там вдалеке арки а вот тут совсем кладбище вот не забываем да и тут вот и канал проходит то есть как бы все как-то странно да получается вот видите вот наш канал сейчас это спустимся вот насыпи туда вот почему-то вот получается ведь вот нас и да вот нас и тут получается вот слушайте ну вообще просто вы не представляете как холодно у меня нету вообще большого терпения тут ходить и тоже интересные эти стирками наши символы символы фаллические да да вот значит он воды тут мало вот наш каналчик вот он идет до ту сторону но это знаю примерно куда он идет по моему как раз идет ко мне в колонию это красота ветка которая идет ко мне в колонию у меня там у колонии тоже ведь и переходит канал ну вот этот вот этот одна из его веток вот я кстати вообще хочу некоторые куски снять потому что он везде по-разному выложен и это тоже какие-то мыс навевает такие неопределенные но навевает вообще вот смотрите вот в эту сторону да канальчик сейчас вам покажу это да спущусь покажу вот как он там ветер спускается как интересного там работка там вот и вот видите это дерево вот это дерево которое к воде спускается вот буквально еще через месяц это будет все в листве и уже тут ничего ничего этому журналисту от слова плохой даже ничего нельзя будет заснять я вам показываю просто вот эти вот за какой засыпы да вот эти вот сейчас я перейду на другую видите как хорошо что мы с другой стороны вот в этой зоне потому что ходишь себе туда-сюда и машин практически нет и вот вот я сейчас хочу во все равно и смотрите поезд идет видите тут все все просто тут просто вот это тоже дорога кстати тут все как-то система вообще офигительная железнодорожных путей вся эта зона это вообще обалдеть просто зона индустрии видите видите вот это вот это то что вот я вам показала только что он когда с машины вышло это там продолжается и вот наш этот канал он идет туда он идет туда под мост как обычно то есть очень часто эти каналчики вот галька наша посмотрите канальчики эти все время подходят в туннелях как бы до под мостами или мосты на туннелями и мосты надо не мосты сотрите кладка там видно тоже не знаю старая или они там сами сделали но но есть есть ребята это центр милана знаете центр милана совсем недалеко от меня социона централи одна из центральных как бы остановок метро вообще ну и и города скажем так поэтому вот кладочка я показал потому что я не могу долго стоять потому что мне очень холодно рукам я не могу даже видеть кариапе ветер вообще дикий меня выгоняет отсюда вот я в общем вот это вы видите вот это вот вот что поезд вы видели вот идет он только я не понимаю вот как вот туда они на те две линии как они эти поезда попадают то есть получается видите у нас угол большой какой-то получается вот здесь я стою от диагональ идет вот это вот смотрите вот видите самое высокое здание вот там вот там вот этот вот там социона централе вот этот его один то есть тут как-то получается вообще просто как как пить если круг до разрезать вот этот кусок пицки да получается видите как все по диагонали идет смотрите как-то я вот хочу стать птичкой полетать посмотреть как вот эти все дороги у них расходятся от социона централе я не знаю мне желание конечно меня есть и время но я боюсь что меня могут не пустить в само здание социона централе подняться просто наверх и посмотреть и вот это вот и вот как пути все расходятся потому что так по идее они вот я вообще не понимаю как они вот расходятся как по получается вот ну делят грубо говоря делят половину если взять миланда круг до половину и вот по всей половине расходятся эти получается стрелы дороги да вот эти же дорожные вот но вот просто получается что есть станция метро которая как бы есть на той стороне пирога и не знаю как если вы меня понимаете или нет да у меня плохая речь и но я пытаюсь объяснить получается что есть станция метро на той стороне пирога как бы да если поделить на половину да и в центре стоит вот этот вот тест на централе где как бы не должно быть путей а так вот это сюда доходит мне вот это непонятно не было мне бы хотелось бы конечно это узнать это очень интересно вот поэтому знаете ходить сегодня очень тяжело это просто мне очень холодно я уже бегу к машине ну вот отсняла вот понимаете такое знаете типа отметилась поставила галочку что я была вот так честно говоря хочется быстренько быстренько обратно к машинке но все-таки я хочу вас подвести и показать это удивительное вот это вот стену дорогу мост это можно назвать чем угодно но это просто конечно колоссальной мощи вот это вот фигня и это было что-то так таким чем-то очень сильно колоссальными конечно мы сейчас туда пусть и подойдем я вам хочу показать вот там вот то место я хочу пройти где была именно вот но не так называемая действительно дискотека была да было было дискотека по моему еще вот в этой стране то есть вы сами понимаете посмотрите какой то есть это получается что там внутри все полая да если посмотрите если каждый сантиметр занят каким-то помещением и причем обратите внимание все одинаково сделано видите две маленькие дверцы и побольше и так везде две маленькие дверцы побольше вот и так идет везде все две маленькие дверцы побольше это все идет по по всей вот так стене и все это полая внутри этого такого огромное ведь огромное огромное помещение эти какие там огромные помещения и прямо мне вот ну мне кажется вам тоже вас тоже это занимает я уверена видите посмотрите трубы 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 я вам говорю что все 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 занята все занятой с одной и с другой стороны то есть там представляете какие скажем так недвижимости да вот и грубо говоря недвижимости вот там спускается что-то смотрите там что-то спускается интересное хочу посмотреть стоит подойти потому что я всегда ту сторону хожу на направо а может быть налево стоит сходить а видите как здесь тоже видите посмотрите как тут выдолбленные 6 этих но ребята это вообще это не относится абсолютно к 1800 там на 1900 там это прямо так чувствуется что-то какому-то другому вообще другому вы понимаете и стали бы строить наш нашим мышлением мост вот такой вот понимаете но не стали бы зная что это все будет помещение вот я вам показываю смотрите я стою вот посмотрите да какой да какое когда какое огромное расстояние до идет эта стена и вот там еще штуарка если вам покажу мост и и вот виднеется наш саркофаг кстати я хочу вам показать все таки я сейчас раз я недалеко отсюда вот это вот вот есть видите шпиль а вот этот вот ниже шпиль это и есть здание этого основное вот этого стационаре вот это такая стена вот прикиньте на какой ста и все так одинаково идет смотрите две маленькие двери и и 2 маленькие двери большая да и каждая каждая с арочкой вот просто представляете как это все строить как это все вот это вот такую огромнейшую огромнейшую стену железнодорожный путь и мост и ну то есть это удивительно она мне просто не я не устаю ей восхищаться не устаю каждый раз на приезжая ведь отсюда начала все свои практические видео вот это вот костелла сварцеско меня очень ну как бы сшибает до своей стеной и вот это вот это представьте просто строить девятнадцатом там веке восемнадцатом девятнадцатом веке едва даже начали 20 считается да когда тут война на войне война на войне да а вот так все выстраивать вот этот вот это понимаете это это чисто техническое сооружение которое не предусматривает украшений нет все равно с украшением понимаете то есть как бы для нас может быть это украшение так я показываю где мы находимся вяли дали и все греку это хотя мы уже от стационар грекам уже извините меня то есть мы уже ближе вообще к самому о какая машинка интереса прижать то есть мы уже практически у самого центра находимся а все равно здесь еще греку район греку это тоже очень интересно вы знаете что я когда жила вот я не так далеко жила то на бековке там они 100 бековка тоже такой помозу но известный так вот полиции де греку вот квесту ради грека полиция де грека который я относилась до куда я делала документы вы можете себе представить что она вообще отсюда очень далеко то есть район этот греку он как бы очень огромные почему я не понимаю зачем нужно было сделать такой рабочий район как бы он охват он огромнейший понимаете потому что если я вам сейчас скажу где если вот мы проедем посмотрим где полиция находится само здание вы офигеете это совсем абсолютно отсюда метров пять и я не понимаю почему это грека вот такое вот как бы такое важное место занимает вот в этой иерархии милана что даже вот такой огромный вот понимаете мы еще на греку тут находимся вот хотя мы уже тут в двух шагах ассоциальной централии это центр города поэтому вот очень интересный момент ладно я сейчас я не могу я не могу снимать у меня руки стынут у меня уже просто вообще пальцы не работают поэтому я прекращаю но мы едем с вами все таки я хочу вам показать издалека саму коробку вот эту вот стационар централи я вам ее близи снимала сейчас я вам покажу ее ну примерно где-то на расстоянии 300 метров пока пока